МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Машина вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. В ДТП в Саргутском районе погибли два человека. Инвестиции в карман мошенников житель Коголыма потерял 4,5 миллиона рублей в надежде солидно подзаработать на финансовых рынках. И жители Нефтьюганска подозревали в неуплате налогов. Чтобы лишить следователей доказательств, мужчина разбил свой компьютер на глазах у сыщиков. Но все равно пойдет под суд. Здравствуйте! В эфире программа «Что произошло» в ближайшие несколько минут у самых заметных ЧП в Саргуте и Югре в студии Дмитрий Круковец. Два человека погибли в понедельник утром в ДТП в Саргутском районе. По предварительной информации ГИБДД, на втором километре трассы из поселка Федоровского в Тром-Аган водитель Киа Церата не справился с управлением и вылетел с дороги в Кювет. Машина несколько раз перевернулась, водитель и пассажир скончались до приезда медиков. Обстоятельства устанавливаются. В ДТП на улице Энергетиков в понедельник утром обошлось без погибших и пострадавших. Напротив историко-культурного центра Старый Саргут столкнулись три машины. По предварительной информации водитель легковушки «Фольксваген» не пропустил внедорожник «Тигуан» той же марки. Произошел удар, по касательной участники ДТП задели проезжавший форт. В салоне джипа сработали все подушки безопасности. Они уберегли находившихся внутри людей от травм. Их на всякий случай осмотрели врачи скорой помощи. Все обстоятельства устанавливаются. Двойной удар в Саргуте утром в пятницу 13-го. На пересечении улицы Майска и Декабристов столкнулись две иномарки. По предварительной информации водитель внедорожника двигался на разрешающий сигнал светофора. На перекрестке на перерез Ниссану из дворов выехала «Шкода». Уйти от столкновения мужчине, управлявшему джипом, не удалось. Машины врезались друг в друга дважды. Сначала практически лоб в лоб и второй раз после того, как легковушку развернуло. Людей, находившихся в салонах иномарок, спасли от травм подушки безопасности. Все детали установят дознаватели. По традиции расскажем о мошенничествах. В дежурную часть полиции города Егорск обратилась 69-летняя женщина. Она поведала, что ей позвонила неизвестная. И, представившись сотрудником банка, сообщила, что, мол, с ее карты пытаются списать деньги. Дабы средства не похитили, необходима блокировка. Следуя указаниям, пенсионерка продиктовала номер карты, после чего мнимый сотрудник финансовой организации убедил сообщить ей еще и код из СМС, который пришел потерпевший. В результате у пожилой дамы украли почти 44 тысячи рублей. Ну, у меня там карточки, потом, сколько на карточки денег, сколько имели я кредиты, имели я еще какие-то карточки. Вот такого вот плана вопросы были. Так как у меня ничего нет, кредитов нет и две карточки, суммы небольшие, но, тем не менее, я хочу предостеречь всех, чтобы люди знали об этом, что идет такая вот мошенническая обработка. 79-летняя жительница города Радужный лишилась 65 тысяч рублей. Она разместила объявление о продаже квартиры и указала свои контактные данные. Вечером ей позвонила женщина и рассказала, что желает приобрести недвижимость для сына. Но так как в городе ее нет, готова внести аванс. Чтобы принять деньги, пенсионерка попросила соседа свозить ее в банк. Там она выполнила под диктовку ряд действий и уехала. Была уверена, что жертва мошенников не станет, потому как хранила средства на сберкнижке. Но, увы, тех, введенных у терминала комбинации, злоумышленникам оказалось достаточно, чтобы похитить средства. Возбуждено уголовное дело. А в Кагалэме мошенники сорвали куш. В полицию пришел 40-летний мужчина и рассказал, что в сентябре на просторах интернета наткнулся на рекламу компании DNB Invest Group. Желая инвестировать, он внес для начала 14 тысяч рублей. Затем вклады измерялись сотнями тысяч. Мнимые консультанты торопили, давили, предлагая заключить крупные и выгодные сделки. Лже-брокеры говорили, что прибыль покроет все расходы. Взяв кредит, он решился и передал средства на счет компании. Однако с выводом заработанного возникли сложности. Своих денег Кагалымчанин так и не увидел по факту мошеннических действий. На 4,5 миллиона рублей возбуждено уголовное дело. В нефтевиганский мужчина пойдет под суд за уничтожение собственного имущества и воспрепятствование следствию. 44-летнего местного жителя заподозрили в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Когда в его квартиру заглянули сыщики, Югорчанин взял свой планшетный компьютер и несколько раз сильно ударил им об угол мебели. Техника оказалась повреждена настолько, что информацию выводить из нее не удалось. Однако состав другого преступления был налицо. В случае, если суд согласится с выводами, обвиняемому могут назначить наказание в виде значительного штрафа, длительных обязательных работ или ареста на срок до 6 месяцев. Прокуратура Сургута официально обжаловала оправдательные приговоры к смэру нашего города Дмитрию Попову в окружном суде. В электронной картаке дел появилась соответствующая запись. Дело будет вести Валерий Бузаев. Защитники бывшего градоначальника не поменялись. Это Сергей Харь и Владимир Еремаченко. Дата первого заседания пока не определена. Предыдущий процесс длился почти полтора года. Следствие велось с 2016-го. Бывшего главу Сургута, напомню, обвиняют в превышении злоупотребления полномочиями при совершении сделок по продаже песка с дамбы ГРЭС, покупке здания для билдинг-сада и выплате субсидий совхозу Северному. Гособвинитель просил для Попова. 4,5 года условно судья Сургутского городского суда Татьяна Слюсарева в начале сентября полностью оправдала экс-чиновника. На этом все. Это была программа «Что произошло?». Вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Предлагайте и публикуйте свои новости. Я, Дмитрий Круковец, с вами прощаюсь. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова